Здравствуйте! Вы смотрите передачу Авторивьера. Сегодня мы с клубом Внедорожная Абхазия, с колонной джипов, выехали из Сухума и вот приехали в Лату. Сейчас мы поедем дальше. Куда мы едем, об этом нам расскажет председатель клуба Внедорожная Абхазия Сергей Никитченко. Поедем дальше по Кадорскому щелью, в селе Чхалта мы повернем в сторону Ацгары и поднимемся чуть-чуть в горы. Путь! Поехали! Мы с Сухума до Латы доехали за какое время? Дорога порядка 60 километров мы проехали за 3,5 часа, потому что колонна достаточно длинная и сильно не спешили. Да, колонна машин 20, наверное, по вам. Да, 25, по-моему, я насчитал. Мы еще ехали не по обычной дороге, да, вот по более короткой местами, но труднопроходимой. Все джиперы, поэтому легкие пути не ищем. Вот все срезки, отворотки, все кусочки грязи, которые были по дороге, все собрали. Вот, поэтому пока ехали, получили массу удовольствия. Сейчас мы коротко покажем пройденный маршрут в Сухуму-Лата. В этом направлении множество мостов и два тоннеля. Вдоль пути следования протекает река Мачара, затем река Кадор. Вокруг красивые горные пейзажи, отвесные скалы. И, конечно же, отдельного внимания заслуживает Шакуранский водопад. Колонна в некоторых местах срезала путь по бездорожью. Основная же дорога после населенного пункта Мелькиул местами мало чем отличается от бездорожья. Но на легковом автомобиле проехать по ней все же можно. А для этих джипов это всего лишь разминка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас едем в Чхалту. Снега не будет, потому что солнечная Абхазия, субтропики. Но горы видно, что в снегу, макушки все в снегу. Хотя бы картинка будет красивая. Ну, немного о жизни клуба, наверное, да? В этом году, как и каждый год, достаточно часто выезжали в горы. Провели две экспедиции высокогорных экспедиции. Помимо этого объехали все высокогорные перевалы. Также выезжали болеть за спортсменов в Геленджик на отборочный этап Кубка России. Чуть дальше в Россию выезжали. В Абхазии проводились соревнования? В этом году вместо соревнований у нас было очень много поездок в горы, новые маршруты, новые направления. Во всех экспедициях, во всех наших мероприятиях с каждым годом принимают участие новые люди с России, с ближнего зарубежья. Позиционируем Абхазию, наши горы, показываем красоты. Это очень интересно, очень увлекательно, очень познавательно. Сейчас в Нижний Экадор. Едем. К сожалению, чуть-чуть закрытый участок Абхазии. Но, тем не менее, сюда тоже можно попасть, поехать, посмотреть. По пропускам. Да, сложности. Небольшие сложности есть в пропускной системе. Но этот кусочек Абхазии не затронутый. Очень много красивых мест. Район Ацгары, район Сакена, южный приют. Много водопадов. Крутые ущелья. Внедорожная Абхазия, спутник туриста. Особенно там, где асфальта уже нет. Остается оффроуд. То есть, в основном экстремальные поездки, достаточно экстремальные. Потому что наши горы, они очень сложные. Дороги не всегда чищенные. Мы вот участки проехали. Вот даже вот только что проехали, конечно. Такой очень обрывистый участок. Поэтому ездить по горам, это в первую очередь экстремально. Очень сложно. Надо быть подготовленным. Не только машина должна быть подготовлена, но еще сам водитель. И даже не только водитель. Даже пассажиры должны быть морально готовы к нашим красотам. В общем, в течение года у вас было масса поездок. Мы стараемся развиваться. Новые маршруты продумываем каждый раз. Каждый год мы даже для себя открываем что-то новое. Чтобы в последующем проработать маршрут. И в первую очередь, чтобы он был безопасный для людей, которые поедут. Чтобы он был интересный не только с природной точки зрения, но и исторической. То есть прорабатываем все достопримечательности, которые попадаются на маршруте максимально. Ну, вы готовитесь, собираете материал, информацию. Чтобы, ну, раз вы возите туристов, естественно им надо рассказывать. Они будут задавать вопросы. Да, даже для себя в те места, куда мы ездим, но попадаются какие-то новые объекты интересные, которые ты раньше не замечал. Даже старые маршруты, они иногда приносят свою изюминку. Что-то новое. Вот как сейчас едем. В принципе, в этом направлении я не первый раз. Но очень красивая река Кадор. Завораживающая просто. Сколько лет неизменно у тебя импрузер 80? Ну, с нашей первой передачи. А, вот. То есть все параллельно, да? Да, да, да. Тогда мы форсировали зимнюю рицу. Да. Это отличная получилась поездка. Получилось прочувствовать машину, понять ее. Вот. И сейчас она радует. Ну, из линейки Land Cruiser ты выбрал эту по каким причинам? Ну, Land Cruiser 80. Это легендарная машина. Это экспедиционик. Это комфортная, достаточно вместительная, надежная, достаточно проходимая машина, которая позволяет, не думая, съехать с асфальта и добраться до красивого места. Мы некоторые участки проезжали, мне показалось, что там и гусеничный трактор не проехал бы. Особенно вот где были каменные такие утесы скользкие. И порог еще был там один очень высокий. У каждой машины есть свои плюсы, свои минусы. Вот Land Cruiser 80, данный автомобиль, он сочетает много плюсов. Вот есть свои минусы, но плюсов гораздо больше. Основной плюс, это, конечно, комфорт передвижения. И то, что тебя практически ничего не ограничивает в движении в любое направление, ты можешь преодолеть очень много бездорожья. Мы в этом убеждались не раз. И в прошлом году, вот мы когда поехали в сторону дворчельских карьеров, там в середине ноября был уже снег. Обидно, что сейчас вот конец декабря такое предновогоднее настроение, а снега чего-то нет. Стоит очень теплая погода, поэтому снежок, который выпал, недельки-две назад снежок падал, даже здесь был снег. Вот, но сейчас проезжаем участок дороги, который очень часто обваливается. О вождении зимой мы, конечно, говорили и не раз, но так вкратце можем, наверное, еще порекомендовать какие-то советы дать. Основной совет это надо взвешивать каждый шаг, особенно где уклон, где резкий подъем с большим градусом. Ну а где уклон, то машина может съехать. С этого уклона ее может снести при всех действиях и какими же системами не снабжена будет машина, тут надо еще и рассчитать. Основная сложность вождения зимой, особенно в наших условиях, заключается в том, что ты можешь ехать по совершенно сухому асфальту, там или по дороге где-то в горах. И участки с обленевшим покрытием, там заснеженные, они могут встречаться просто локально, просто в этих местах надо быть более аккуратным, там соблюдать скоростной режим. Ну да, когда резко попадаешь в такую ситуацию, конечно же, надо переключиться самому, что условия изменились и очень, совершенно другие уже условия. Ну как вести себя в заносе, я думаю, уже знают все, только без опыта справиться с заносами непросто. Да, к сожалению, у нас нету школы экстремальной подготовки водителей. А дорожные условия не всегда таковы, чтобы привыкнуть к этому. То есть, у нас совершенно неожиданно там в ночное время, там вот у мостов всегда обледенение чаще всего над мостами. Там, когда уже ниже трех градусов, я замечал, на мостах, они вот раньше всех, вот лед образуется. Там больше сырости, видимо? Больше сырости тянет с ущелья холодом сверху, поэтому там температура всегда ниже. И мост, он сам по себе оторван от земли, даже если земля теплая, вот там может не образоваться наледь. То мост, он более холодный, поэтому там зачастую обледенение, поэтому проезжать мосты зимой в холодный период времени надо с осторожностью. То есть, не делать резких движений в первую очередь, двигаться с постоянной скоростью. То есть, когда вот такая температура низкая, там около трех градусов, то уже надо себе сделать заметочку, что вроде едешь по сухому асфальту, нет никакого дождя, казалось бы, но обледенелые участки где-то могут повстречаться. Вот сейчас живописная такая дорожка, на самом деле. Наверное, не ранее ездили здесь, естественно, да? Да, да, здесь. Ихалта, и мы едем дальше. Да, проедем в сторону Ацгары. Посмотрим, может быть, нам повезет, найдем кусочек снега. Это было бы хорошо. Вот, а так только вдалеке ущелья виднеются снежные вершины. Да, вершины мы видим снежные. Но туда добраться невозможно. К сожалению, туда не доехать. Сергей, вот в городе Сухум, в столице, ну, как пример мы можем поговорить о безопасности дорожного движения и об организации движения на примере города, вот в нашей столице, города Сухум. Происходят какие-то все равно изменения, что-то делается, что мы можем сказать по этому поводу, что хорошо, а что, может, там не очень. Ну, в первую очередь, в последнее время стало очень много автотранспорта. С правым рулем, да? Без разницы, неважно, с каким рулем. У нас сезонный наплыв – это летом, когда туристы приезжают, очень много автотранспорта. Ну, декабрь – самый тяжелый. И сейчас, да, сейчас… В плане транспортной обстановки тоже очень много по утрам. Это школы, садики, это… Я бы сказал весь день сейчас, потому что… Сейчас, да. Очень много, ну, поездок у людей в связи с Новым годом. Все дела хотят люди завершить какие-то там перед Новым годом. По городским улицам вообще целыми днями большие потоки. В предпраздничные новогодние дни увеличившийся поток автотранспорта, он, конечно, создает проблему. Очень много… С одной стороны, я считаю, как бы правильно, когда в городе очень много стало лежачих полицейских. Это, с одной стороны, хорошо. Хорошо тем, что скорость передвижения в городе снизилась. Но, с другой стороны, опять же, из-за того, что машин стало больше, это снижение скорости, она провоцирует на появление пробок. Когда прямо за перекрестком, конечно, это усложняет выезд с соседней улицы. То есть, там образуется поток машин плотный. И их, если пропускают, это хорошо. Иначе никак они не проедут, потому что там колонна выстраивается, просто люди пропускают. То есть, в этом есть тоже некий минус. Вообще, недавно мы с начальником госавтоинспекции делали передачу. Он, в принципе, за то, чтобы вместо лежачих препятствий у нас стояли камеры. Потому что на камеру люди сбрасывают скорость, а на лежачих еще увеличивается аварийность в некотором смысле. Ну, кто-то сзади догоняет. Бывает же такое? То есть, в плане аварийности, да, это снимает скорость. То есть, таких происшествий серьезных меньше становится. Ну, некие неудобства вот есть. Просто у нас очень много людей, которые, ну, даже не только у нас вообще, которые спешат. Спешат, те же спецмашины, не спецмашины. Ну, сейчас вот многие стали устанавливать спецсигналы, но у нас же это не проверяется. То есть, нигде не осматриваются машины. Вот остановили машину. На этот предмет спецсигналов у нас их никто не проверяет. Город маленький, страна маленькая. Практически все знают, кто где едет, в какой машине. Поэтому здесь... И вот сейчас начали бороться с парковками в центре. Вот. Как ехал водитель этот, так встал. Ну, надо же задумываться о том, что не создавать препятствия. Это, в первую очередь, культура вождения. Уважение... Да, ты стал где тебе нужно, но ты, если создал серьезную помеху, препятствие для всего движения, но надо всегда быть внимательным. Да? Это, в первую очередь, культура вождения. Многие считают, что при подъезде к школе, если он не припарковался, остановился на секундочку на проезжей части, он считает, что он не создал препятствия, потому что в его понимании он затратил всего там несколько секунд. Но для остальных участников движения, то есть создалась пробка. Если бы первая машина постояла там эти десять секунд, то задняя машина, да, она стоит уже там несколько минут, пока все тронутся, пока движение восстановится. Поэтому, ну, это неуважение, в первую очередь, к таким же участникам движения, как и они сами. Ну, сейчас вот организовали движение перед рынком с выделенной полосой, они ее огородили и прочее. Возможно, удастся там как бы приучить не заезжать на эту полосу, но пока что там движение все равно течет в один ряд. Одна вот выделенная полоса. Кстати, водитель автобусов сейчас вот очень довольны этой ситуацией. Все равно там кто-то заветяет, но на сегодняшний день там несколько сотрудников госавтоинспекции, они как бы быстро это дело там пресекают и штрафуются это сейчас беспощадно. Но вот на другой части дороги все равно вот эти многочисленные остановки все приводят к тому, что там в один ряд и кто-то зигзагообразно движется, машины двигаются. Если бы там было бы обозначено, что остановка только с одной стороны, там другой, например, нельзя останавливаться. Хотя бы все вставали бы в один ряд. Это все вопросы к дорожникам, к дорожной инспекции. В первую очередь решения по организации движения, они должны быть продуманные, должны быть проработанные. Вот, не с бухты барахты, а давайте вот здесь вот школа там или садик, давайте там лежачего полицейского поставим, положим вернее, и там будет все хорошо. Ну, с одной стороны хорошо будет, хорошо будет с той стороны, ну, более-более, да, безопасный проход и то относительно. Сейчас на вокзале, который сделали лежачий полицейский, широкий, создали пробку и в одну, и в другую сторону. Выезд из улицы Эдыгейская затруднился. Выезд затруднился. Для пешеходов я каждое утро езжу, каждый день езжу в утреннее время. Для пешеходов легче, на мой взгляд, не стало. Как раньше пропускали, кто-то пропускал, кто-то не пропускал. Так же и сейчас. Кто-то пропускает, кто-то не пропускает. Кто-то хочет быстрее перебрать. Да, кому-то надо, кто-то спешит. Тем не менее, пробка есть. Движение затруднено. Ну, где у нас еще новые организации движения? На Белом мосту. Да. На мой взгляд, крайне неграмотное решение. Ну да, это участка республиканская трасса. Да, всю федеральную трассу свести в один ряд. Это ужас. Я так же часто там, ну, каждое утро езжу. Если удается проскочить до основного движения, как бы, более-менее беспрепятственно проезжаешь. Если чуть-чуть задержался и в этот 9-ти часовой час пик, скажем так, то в школу, со школы, вот, когда основной поток машин идет, то там очень сильно затрудняется движение этим самым. Я интересовался вначале, как они, вот, по поводу лежачих препятствий. Как оказалось, их устанавливают чаще администрации. Вот администрация города, района там и прочее. Вот к ним приходят с просьбой установить там лежачие препятствия, поскольку там можно перейти дорогу или еще чего-то. Вот, и вот таким образом чаще всего устанавливаются лежачие препятствия. Потому что в этих вопросах, к сожалению, руководствуются мнением одной стороны. Вот, причем зачастую... Вот дорожная служба, если вот, да, ну, кто и устанавливает дорожные знаки и всякие вот лежачие препятствия тоже, мы знаем. У этой службы должна быть статистика по каждому объекту, по аварийности, по затрудненности, по трафику. Вот, и из этих соображений должны приниматься те или иные решения. Сейчас мы уже подъезжаем к населенному пункту Чхалта, вот, где живут люди. В село? В село. По этой дороге, в принципе, получается, любая машина может проехать пока вот тут? Здесь, да. То есть Далаты можно на любой, да? Далаты, да. В принципе, даже на легковой можно доехать потихоньку. Последний пункт – это Ацгара. Там тоже село? Там, да, был населенный пункт. Вот, сейчас, по-моему, там никто не живет. Сейчас едем вдоль реки Кадор. Вот, висячий мостик какой-то. Едем в Кадорское ущелье, военно-сухумская дорога вдоль реки Кадор. Уже отъехали от основной трассы мы километров 70, да, наверное? Километров 60, наверное. 60-70, да. Протяженность ущелья 110 километров. То есть от поста, от федеральной трассы можно проехать 110 километров. Вот, вижу, не растаявший лед еще. Ночью здесь морозит, я думаю, хорошо. Ролик, ролик, прием. Да-да. Ты едешь? Да-да, мы едем. Все, на связи, оказывается, рация чуть-чуть, эта, частота ушла. Здесь поросята переходит за руку, имейте в виду. О, он твои поросята. Вот самый здоровый продукт бежит перед нами. Да. Да, здесь морозит уже ощущается. И снег по краям. Ой, похоже, на правильном пути. О, все больше заснеженных мест. Похоже, мы близко к цели. Поднимаемся все выше и выше в горы. Температура за бортом понижается. Все больше льда на лужах, на дороге. Вечереет. Да, вечереет. Хотя сейчас только начало пятого, но ощущение вечера есть. Чего-то, я думал, поближе. Чехолка у нас. Вот и гололед. Да, уже встречаются участки дороги с гололедом. Мы сегодня не пристегнулись, поскольку, во-первых, едем за скоростью 20-30 километров. Да и остановок у нас много. Необходимости в этом нет, наверное. Хотя надо пристегнуться сразу же, как сел за руль. Техника безопасности должна быть всегда. Вот Чехолкинский мост. Чехолка. Чехолкинским мост Чтобы лучше ориентироваться в этой местности, следует сказать, что несколько выше, на высоте 2200 метров, находится водопад Ацгара и озеро Гураб. Мы покажем вам съемки, произведенные в разное время. Здесь красиво всегда и зимой, и летом. Наступление темноты придало дороге через горные леса еще больше романтики. Это еще несколько часов пути по Кадорскому заповеднику до конечного пункта назначения Ацгара, где расположен горный отель и охотничий дом. При отеле своя гидроэлектростанция, которая обеспечивает ее энергией. Постараемся коротко и лаконично показать все самое интересное на этом пути. Здесь случаются завалы. Вот, например, совсем новые. Как правило, работники заповедника оперативно их расчищают с помощью техники, чтобы дорога функционировала. Все наши экипажи без особой возни, с ювелирной точностью объехали этот огромный валун. Самое главное не оказаться во время камнепада на их пути, особенно таких огромных валунов. Но это уже из-за разряда везения. Продолжение следует... Снежный покров и красивые елочки по пути, конечно же, прибавили нам праздничного настроения и создали новогоднюю атмосферу. Эту красоту природы постарались максимально передать зрителям во всех красках операторы Артур Кавантия и Давид Хашид. Весь наш маршрут это около 50 километров до Латы и еще около 60 километров до Ацгары. По бездорожью это занимает около пяти часов, и то с такими вот подготовленными экипажами, которые не сбавляют темп, несмотря на сложные дорожные условия. Через глубокие грязи, гаволед, переправы и по заснеженным местам, особенно после Чхалты, мы благополучно доехали до Ацгары. Нас очень порадовало, то, что здесь лежит снег, это стало настоящим сюрпризом и превзошло все наши самые смелые ожидания. Вот и наш конечный пункт назначения. Сотрудники заповедника нас приняли радушно. Мы согрелись у костра, нас ждал ужин и горячий чай. КОНЕЦ Сегодня выехало 25 экипажей, 25 машин. Это порядка ста человек. Было бы удивительно, чтобы с клубом внедорожная Абхазия мы не доехали бы до снега. Вот группа, которая до конца проехала сюда, Кация Стамор со своей дочкой. Кация Мила. Кация Мила. Как ты оказалась сегодня здесь? Честь Нового года. А откуда эти листочки золотые осенние? Из Тухума. Посоветуешь своим ровесникам ехать в горы? Да! Советую, советую. Чтоб ехали сюда. Вот так. Дед Мороз принесет сказку со снежинками. Новый год, Новый год пахнет мандариками. Новый год, Новый год пахнет мандариками. Лишь январь, декабрь, станут праздничным кругом. Разноцветным им огнем вспыхнет елочка вдруг. Дед Мороз принесет сказку со снежинками. Новый год, Новый год пахнет мандариками. Новый год, Новый год пахнет мандариками. Праздничек. Вы подходите. Шангзела. 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 Ладно, микрохон. Шангзела. С Новым годом. Авторевремя поздравляю всех с Новым годом. Паздравды. Вначале Zoom. Шангзела. Шангзела. Продолжение следует...